Плевать на правила городостроительства, киосочная экспансия в Запорожье продолжается. Очередной маф установили вблизи других торговых точек, но поставили не в ряд с ними, а так, чтобы его было видно лучше остальных. Этот мини-магазин поставили здесь на той неделе, методом, давно известным запорожцам, глубокой ночью, когда все спали. При виде на этот маф создается впечатление, что его установили наспех, где обрушили, там и оставили. Еще и повредили асфальт. Маф расположили между ларьком и мебельным магазином, который открыт здесь 15 лет. Владелец магазина Сергей Вирченко рассказывает, различные киоски здесь были всегда, но так первый раз. Маф выдвинули за красную линию, заняв часть пешеходной зоны и перекрыв витрину магазина. Сергей Вирченко уже обратился в полицию, райадминистрацию и горсовет. Реакции никакой, говорит он. Теперь собирается обращаться в прокуратуру и подавать иск в суд. Еще я очень хотел, честно говоря, сделать такое обращение, просьбу к бизнесменам, не запорожским. Это наш город, они здесь гости. Не надо к этому городу относиться как колонизаторы. Мы не аборигены, нам не нужны стеклянные бусы, нам не нужны металлические мафы. И нам, по большому счету, не нужна даже колбаса, потому что есть запорожская колбаса. Это наш дом. Если они хотят сюда зайти, пусть поздороваются и вытрут ноги. Сергей Вирченко подчеркивает, он не борец с мафами. Хочет только, чтобы все предприниматели вели бизнес в равных условиях. Поэтому его требование – отодвинуть киоск до красной линии. Продолжение следует...